Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 18 июня. Я продолжаю разговор о фитофторе, потому что сейчас, вот во второй половине июня, это самая злободневная у нас тема, особенно в теплицах. Люди знают, что в теплицу фитофтора приходят в первую очередь. И сейчас, если в первых видеороликах у нас как был теоретический разговор, я рассказывала о признаках заболевания, как распознать, что пришла фитофтора. Рассказывала о причинах возникновения заболевания, чтобы люди знали, чего не надо делать, чтобы не пришла фитофтора. Но сейчас я буду говорить уже о практических советах, то есть о мерах профилактических, которые могут помочь нам избежать фитофторы. Профилактические меры – это не только опрыскивание и обработка, это вообще комплекс мер, но это только все то, что мы делаем до возникновения заболевания. Как только мы увидели первые признаки на листьях или на стволах, у нас сразу уже будет меняться наша работа, вот все эти меры уже будут не профилактические, а лечебные. А сейчас я буду говорить только о профилактике, о тех мерах, которые нам помогают предотвратить, чтобы не было заболевания. Я сейчас по пунктам назову, вот прям по пальцам, один, два, три, четыре, пять, а потом расскажу каждый подробно. Конечно, это и соблюдение режима полива, и хорошее проветривание в теплице. Сейчас я говорю только о теплице. Потом, вот оптимальные схемы посадок, чтобы не было загущенности, своевременное удаление сорняков, своевременное потом внесение различных совмещений с поливом, внесение вот этих биофунгицидов, биопрепаратов, таких как фитоспорин, это тоже профилактическая мера. Потом своевременное внесение необходимых подкормок, необходимых элементов питания, чтобы растения не ослаблялись. Потом регулярные обработки вот этими полезными грибными биопрепаратами, тоже как подвид, как фитоспорин. Это нужно делать регулярно, если вы не хотите, чтобы фитофтора была гостя в вашей теплице. Потом, ну и по возможности регулярные опрыскивания различными народными средствами. Многие практикуют чесночное опрыскивание, сывороточное. Сейчас обо всем по порядку. Вот соблюдение режима полива. Об этом я даже снимала отдельные видеоролики. Специально вот так вот близко к земле сейчас я разместила, чтобы вы видели, что у меня в теплице все сухо. Вот сегодня я здесь опять убирала, сейчас сделала финальную уборку, обрезала очередные листья. Вы видите, что так как кисти уже сформировались, вот эти нижние, я нижние листья убрала. И это из-за того, что здесь сухо. Многие спрашивают про конденсат. Когда вот такое вот, только прикорневой полив, нет лишней сырости, тут нет конденсата, и нет лишнего повода для возникновения фитофторы. Это очень важно. Вот про то, что не разводить сырость, я много-много раз уже говорю. Когда я поливала здесь шлангом, конечно, соблюдать вот такой уровень сухости сложно. Все равно шлангом ты больше разольешь. Но сейчас в теплицах многие уже сделали вот этот капельный полив. И с капельным поливом, конечно, лучше. Видите, как вот сейчас трепухаются листики? Вот это уже пришли к второму пункту, хорошее проветривание. Обязательно все лето должно быть двери открыты, обязательно должно быть хорошее проветривание. И тогда даже если вы поливаете не капельным поливом, если у вас будет грунт немного сырее, чем нужно, то вот это проветривание вам поможет. Оно будет и конденсат выдувать, ну как ветерок есть ветерок, все здесь освежает, и верхний слой грунта подсыхает. Но у меня прям сегодня хорошо тут все проветривается. Я обрезала, все проветривается. И смотрите, я сейчас специально расположилась прямо на самой земле, чтобы показать вам, я всегда добиваюсь такого результата, чтобы вот так наклонившись и посмотрев по низу, чтобы я видела, чтобы просматривалась вся теплица у меня насквозь. Видите, сквозь эти ряды видно те ряды, сквозь эти ряды видно те ряды, и нет ни одного места, где бы у меня листья лежали на земле, и где бы у меня не было проветривания. Все тут ветер гуляет по низу. Это очень хорошая вот такая вот ситуация, когда вверху, видите, как густо у меня, пусть они там растут, а внизу у меня все проветривается. Ну, моя теплица тоже, конечно, это не идеал, и не пример, просто я вот стараюсь, чтобы внизу, вниз вот этот, чтобы не соприкасались листья, чтобы все это проветривалось, чтобы внизу было сухо. И тут же сопряжено с этим же тут тема, оптимальная схема посадки. У меня хоть и посадка загущенная, видите, у меня по две штучки в одной лунке, и мне больше, чем другим, приходится следить и смотреть вот за этим, за тем, чтобы листья не разрастались, за тем, чтобы все это не загущалось, чтобы было проветривание. Если вам некогда работать с растениями, вот так тщательно все их обрабатывать, тогда схема посадок должна быть редкая, разреженная, чтобы не было загущения. Так, ну и своевременное удаление сорняков, многие не придают этого значения, но если сорняк на земле будет расти, он будет мешать проветриванию, обязательно трава мешает просыханию быстрому грунта, но вы все знаете, что сорняки это наш враг, я стараюсь убирать все. Вот сегодня проползла чуть ли не на брюхе, видите, как вылезала всю теплицу, чтобы не было сорняков, чтобы было проветривание. И, конечно, все вот эти наши меры, вот то, что я стараюсь и это, и это, и это делать, все они в комплексе, дают нам гарантию, что фитофторы здесь не будет. Идем дальше. Потом вот совмещаем полив с внесением различных биофунгицидов. То есть я вот сейчас каплей поливаю, ну два, три раза я уже сделала просто чистой водой, а перед этим я туда добавляла фитоспорин, и вот таких две хотя бы в месяц обработки вместе с поливом нужно делать. Если поливаете вручную, то просто полили все, что вам нужно, потом взяли лейку с раствором фитоспорина и добавляете под корень прямо из леечки. Это нужно, чтобы в земле, чтобы фитоспорин работал, чтобы там именно наша положительная, полезная микрофлора размножалась, а патогенную микрофлору, чтобы они подавляли. Потом, вот пункт, который могут некоторые не понять, своевременное внесение вот этих питательных веществ, то есть делать подкормки нужно регулярно, не давать ослабевать растениям. Казалось бы, при чем здесь фитофтора и при чем здесь удобрения? Но тут все взаимосвязано, потому что растения, которые получают в полной мере все свои питательные элементы, которые им нужны, и микроэлементы, и макроэлементы, они менее восприимчивые к заболеваниям. Вы знаете прекрасно, что все заболевания в первую очередь поражают ослабленные, больные растения. Если вы будете делать опрыскивание микроэлементами, если вы будете основные подкормки, там фосфорно-калийные делать, сделаете, возможно, там обработку борной кислотой, янтарной кислотой, то растение, оно меньше будет шансов у него заболеть. Все это взаимосвязано. Ну и регулярная обработка растворами вот этих различных грибных, этих биопрепаратов, это тоже. Я вот в прошлом году показывала, как я аллерийный гомаир, по-моему, делала обработку, потом делают люди обработку триходермой, обработку вот этим же фитоспорином, бактофитом. Очень много сейчас на рынке вот этих различных биопрепаратов, грибных с полезной микрофлорой. Если вы будете обрабатывать, это еще один плюсик в нашу копилку против этой фитофторы. Ну, вот последний пункт, я хочу сказать, что это по возможности. Многие применяют народные средства. Они применяются с успехом. Есть люди, которые чесночным опрыскиванием полностью поддерживают в течение всего сезона фитофтору, держат ее чистой от фитофторы, чистой теплицу. Но это очень трудоемко, потому что вот эти вот чесночные опрыскивания, это нужно делать регулярно, раз в 5 дней, раз в 7 дней. Но в месяц 4 раза, за 3 месяца 12 раз, если вы хотите без применения агрохимии, без применения магазинных средств, можно делать вот эти сывороточные, чесночные, которые грибковым заболеваниям не дают возникать. Они очень хорошие профилактические средства. Но это, конечно, больше подходит для людей, у которых много свободного времени. Я не думаю, что работающий человек, который приезжает раз в неделю в садовый участок, но все-таки возьмите на вооружение, и если есть у вас время, хотя бы раз от раза можно делать вот такие опрыскивания. Как вы видите, что меры профилактические очень большой ассортимент мер, вот 9 или сколько, я даже 8 или 9 назвала вам, и желательно делать это все. Делать это все. Вот если вы будете все эти профилактические меры соблюдать, соблюдать режим полива, и проветривать, убирать лишние листья, пасынки, и обрабатывать, опрыскивать, и в полив добавлять фитоспорин, я больше чем уверена, что фитофторы у вас не будет ни в этом году, ни на будущий год. И тут, что самое главное, один год, если полностью исключить возникновение фитофторы, на второй год будет легче, потому что уже не будет в почве остаточных вот этих спор патогенных, и уже, возможно, меньше нужно будет работать по профилактике, потому что вы знаете, что если один раз завелась фитофтора, она потом из года в год может возникать, если еще погодные условия будут способствовать, и вот надо добиться все-таки, чтобы один год был чистый, и потом будет легче. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это четвертый выпуск о фитофторе, меры профилактики в теплице. Именно в теплице, потому что в открытом грунте там немного по-другому, там уже и режим полива мы не можем соблюдать, это от нас не зависит, и там опрыскивания иногда у нас постоянно смываются, там с одной стороны сложнее, с другой стороны проще, потому что там проветривание, и там все. Ну все, до свидания. Про открытый грунт в следующем. Продолжение следует...